Скажи мусору нет. Вот уже несколько лет эта акция притягивает к себе самых неравнодушных жителей города. Сергей Пруненко, например, сегодня привез в семь мешков с отходами. Говорит, что уже давно сортирует мусор дома. Тем самым показывает пример младшим поколениям. Стараюсь мусор весь собирать. Где на улице, если что попадается, тоже собираю. Кому-то может, кто как к кому относится. Но и к окружающей среде отношусь с пониманием, с сознанием, потому что внуки растут у меня. Их приучаю к этому, чтобы они не сорили, не мусорили, а именно где места складирования мусора, туда всего носили. Организаторы сетуют. Несмотря на то, что акция проходит ежегодно и уже стала традицией, Иркутску и стране в целом еще есть куда стремиться. Наша акция родилась семь лет назад. И знаете, у нас в России на самом деле серьезная проблема с обращением с твердыми бытовыми отходами. И в России ежегодно выбрасывается 70 миллионов тонн мусора. Это сейчас уже площадь свалок в России равна 4 миллионам гектар. Это сопоставимо с площадью Бельгии. И все очень на самом деле любят природу. Все говорят, что любят природу. Но любить все-таки это глагол. И когда мы любим природу, нужно что-то все-таки для нее делать. Именно поэтому в акции участвует много волонтеров, которые всегда подскажут, как обращаться с теми или иными видами отходов. Особенно полезными такие консультации будут для тех, кто мало разбирается в этой теме. У нас около 20 фракций вторсырья. Например, по пластику у нас только несколько видов. То есть около шести коробок для пластика, плюс там две коробки для пакетов. Также для макулатуры, для жестяных алюминиевых банок отдельно, для сложных видов пластиков. То есть это зубные щетки, пластиковые карты, пластиковые трубочки, киндер-яйца и так далее. По словам волонтеров, быстрее всего заполняются ящики с пластиковыми бутылками из-под напитков. А медленнее всего – коробы со сложными видами вторсырья, например, блистерами. После будут подводить итоги. Сколько отходов собрали на акции в этом году. Самых активных и осознанных иркутян наградят эко-подарками 31 августа в Доме Европы в 18.00. Организаторы обещают – будет здорово. Элина Собейникова, Артур Ощупкин. Новости. Сейчас. Субтитры подогнал «Симон»